Всем привет! С вами Энтони. Это Алекс, мой брат. Давно, почти год назад, я снимал видео с ним. Он сказал, что он собирался летать в Россию, посетить Россию. И, кстати, он там жил 6 месяцев. Только что возвращался из России, и он там жил 6 месяцев. У меня куча вопросов для него, потому что это очень интересно, что американец жил в России. У нас много стереотипов здесь в Америке, но я хочу от него знать точно, как была там жизнь, что ему понравилось, что ему не понравилось, и так далее. Кстати, ребята, смотрите это видео до конца, потому что в конце у меня огромная новость для вас. Очень-очень интересные новости, так что смотрите до конца. И, кстати, он уже говорит по-русски, хотя не так свободно говорит по-русски, но уже довольно хорошо говорит по-русски. Да? Да? Чуть-чуть. Чуть-чуть, давайте тогда. У меня первый вопрос к тебе. Как тебе Россия? В основном тебе понравилась поездка в Россию, да? Да, мне нравится. Что, расскажи аудиторию, куда ты летал? Именно в Москву или в Санкт-Петербург? Где ты жил? Много городов, но нет, много городов. Я был в Москве, в Санкт-Петербурге, в Смоленске и в Можайске. Да, это недалеко в Москве. А, окей. Короче, ты был в Москве, в Санкт-Петербурге, в Смоленске и в этом городе. Да. А ты был на юге России, где-то в Сочи? Нет, нет, нет. Только там, в этом районе? Да, да. Понятно. И какой город тебе больше всего понравился? В Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге? Почему? Я не знаю. О, мне нравится, когда город, смотри, красиво я. Когда выглядит красиво. Да, да. Москва тоже красивая, но я думал... Мне нравится старый бюлдинг. Тебе нравится старая архитектура, да? Да, да. Я не знаю, но Санкт-Петербург есть более, чем Москва. А, Смоленск. Смоленск тоже, кстати, это очень исторический город, да? Да, 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 да. Есть очень старая... Стена? Старая стена? Да, да, стена. Это как Кремль? Да, но более, более. Это не высокий город, но центр. В центре есть стена, понятно. Очень красиво. Кроме этого, что еще есть? Что еще можно найти и смотреть в этом городе? Есть стена? Есть рестораны? Да, рестораны... Я был там... Концерт. Концерт? Да, концерт. А, понятно. Не концерт, так... Как современная музыка? Тейлор Суэфт? Нет? Нет, не Тейлор Суэфт? Нет, старая музыка. А, классическая музыка. Да, классическая. Понятно. Какое у тебя было первое впечатление, когда ты прилетел в Россию? И, конечно, после шести месяцев, я уверен, что твое мнение, твое... Просто, как ты относишься к стране, менялось, да? В первый раз, когда ты приземлился в Москву, ты был на улице Москвы. Что ты чувствовал, что ты почувствовал в этот момент, когда ты был там в первый раз? Я был очень устал. Устал, устарший, да? И... Я нервничал. Нервничал, переживал. Я не знаю. То... Все хорошо. Все хорошо? Да. Окей. И когда я на улице... Круто, но что я делал? Потому что мне нужно ждать. Ждать? Да, с моей девушкой. Окей. Ты приземлился, ты ждал девушку? Потом, в четыре часа. Ты четыре часа ждал девушку? Да. Свою. Ага. Ну, я гулял. Ты гулял Пагу? Да, на улице. И как... Там я думал, это нормально. Нормальный город, да? Это как Европа. Как Европа, да? Да. Это круто. А ты гулял где? Рядом с аэропортом? Или уже... Нет, нет. Ты имеешь в виду в центре города? Нет, нет. В центре. Потому что я был в аэропорт. Потом я такси. Ты взял такси? Да. Не взял. Моя девушка взяла. Ага. Взяла. Но я в такси... Я... О-о-о! Когда я был в аэропорт... Мне... Мне нужно... Мне нужно стоять... Только когда... Где было два. Номер два. Почему? Потому что в такси... Он... Он там. А, понятно. Я не два. Я не был где два. А он искал тебя. И когда я был там, он говорит... Я не знал по-русски. Да, он ничего не говорил по-русски. Не понял ничего. Я хотел... Помоги он. А, ты хотел помогать ему? Он с моим... Чемоданом. Чемоданом, да. И он так... Нет, садись, садись. Я не знаю, что... Садись. Он... Что-то садись. Когда я садил... Садись, садись, окей. Я садил. И он... Говори мне, и он... Аха, аха... Я не понимаю. И он спросил... Где ты? А, куда? Нет, где ты? А, откуда ты? А, откуда ты? И я думал... А, в Америке. Ты американец? Он говорит... О, круто. И он молчил Он молчил? Понятно, он знал, что ты американец Но что тебя впечатляло? Что было так красиво в Москве? Ты был в Красной площади, да? Ты видел Кремль, ЦУМ, Басилика Как это называется? Кремль красиво Красиво? Да Окей, но после шести месяцев Что ты сейчас думаешь о России? Это было так интересно в начале После шести месяцев Ну, нормально, люди нормально Люди нормальные, да? Да, все хорошо Это правда, что русские не улыбаются Когда ты приходишь в магазин Они не здороваются Нет, они молчат Они молчат, да? И они Сканировали Семьдесят рублей Нет О, спасибо Они не общительные, как американцы, да? Но ты познакомился с некоторыми людьми Особенно семья твоей девушки У тебя опыт был с людьми на улице, публично Но потом ты познакомился с ее семьей И с остальными родственниками Когда ты познакомился с ними Они тоже были холодные, типа Необщительные Или они были более общительные? Ну, девушка, моя семья, моя девушка Они говорят, о, привет Но люди на улице, нет Они не говорят Ты можешь написать, рассказать Типичный день в России для тебя Что ты делал типично? Здесь в Америке, знаешь, мы всегда ездим куда-то на машине Мы почти всегда дома или на работе Как это было для тебя? Ну, как это было для тебя? Это когда я был в Смоленске В Смоленске? Когда ты был в Смоленске Жизнь нормальная Нет, когда я был в Петербурге Да, каждый день в ресторане Ты каждый день был в ресторане Да, на улице На улице Каждый день в Смоленске я был в доме Но на утром я приготовил завтрак Ты приготовил завтрак? Да И потом в спортзале А, ты был в спортзале? И потом садил дома, делал машинное задание Играл по компьютеру Как в Америке Как в Америке? Да Нормально Когда люди узнали, что ты из Америки Как они реагировали на эту новость? Люди не думали О, круто Я иногда смотрел Смотрели Я смотрела Американец А, они никогда не встречались с американцем Они никогда не видели американца Они в первый раз увидели тебя Американец Как Америка Как здесь? Круто Да И в аэропорте, когда ты прилетел Не было никакие проблемы? Потому что у тебя американский канал? Нет, нет Они смотрели Мою визу До свидания Как ты можешь сравнивать русскими городами с американскими городами? Лос-Анджелес, Нью-Йорк Или Москва, Санкт-Петербург По сравнению с Лос-Анджелесом и Нью-Йорком Как ты можешь сравнивать? Там Больше бомжей Или меньше бомжей Много туристов Меньше туристов Чем в Нью-Йорке Как? Ты думаешь? Я видел Меньше туристов Меньше туристов? Да Но бомжей Бомжей? Бомжей Не, не видел Не были Не были Но Но Когда я был в Лос-Анджелес Быстро я видел Бездомый Когда я помню Мы Мы Забрали его с аэропорта Мы поехали в Лос-Анджелес В аэропорт Забрать его И потом он сразу сказал О боже Так много бомжей здесь В Лос-Анджелесе Да Ты видел там Я помню, ты сказал мне Что ты видел Много Китайских Машин На улице Да Китайские Я не знаю Иранские 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 Машины на улице И Не Машины Фирма Что Ты не видишь В Америке Ага Такие Другие Другие компании Которые не существуют В Америке Ага Ну Только Я видел Мустанг В Словенск Да Мустанг? Вау Но Более Другой Другой Стиль Другого Года Много Лада Много Лада В Америке Нет Лада А как тебе Русская Кухня Русская Еда Ты что-то Твоя Девушка Я уверен Что ее Семья Тоже Приготовили Что-то для тебя Типичное Русское Блюдо Что тебе Понравилось Мне нравится Котлета Котлеты Зефир Зефир Пирожок Нет черный хлеб Это Нет Черный Черный Но Это Я знаю О чем Ты говоришь Очень вкусно А ты просто Съел хлеб Так Или с маслом Икрой Только Только хлеб Просто Да Понятно Гусно Мне не нравится Большинство Американцев Когда Они Слышали Когда Они Знают Что Существует Что-то Как Холодный Суп Окрошка Им Противно Для Американцев Это странно Это было странно Для тебя Или тебе понравилась Окрошка Мне не нравится Тебе не нравится Окрошка А как Насчет Холодец Холодец Да Мне не нравится Не нравится Холодец Да Нравится Я Я Подготовил На Микроволе Ты Приготовил Холодец В микроволновке Подогрел В микроволновке А почему Ты не кушал Просто Так Мне не нравится Холодное Это Холодное Блюдо Типа Не Холодное Нет Только Горячее Понятно Ты думаешь Ты быстро Адаптировался К жизни В России Или Все еще Ты не привык К этой жизни Как в России Быстро Быстро Потому что Мне нравится Тебе нравится Но погода Конечно Отличается Сильно отличается От нас В Калифорнии Да У нас сейчас 23 Зимой А там Минус 10 Минус 20 В Смоленске Было Очень холодно Много снега Это Было Неудобно Для тебя Или нормально Первый раз Да Вау Но Мне не нравится Тебе тоже Нравится Более Чем Здесь Тебе больше Нравится Погода В Смоленске Чем В Калифорнии Да Интересно Это Если так Говорят Но Сейчас Погода Лучше Здесь Но Я знаю Когда Это Лето А как Ты справился С языковым Барьером В начале Ты не говорил По-русски А сейчас Говоришь По-русски Как Ты В первой Неделе Когда Ты не знал Русский Это Было Сложно Тебе Девушка Помогла Тебе Да Как Это Было В начале С языком Ну Я Начинаю Учитель Ну Каждый День Я Говорил С Людей В Магазине У тебя Была Практика Я Хочу Делать Это Один Ты Хотел Один Общаться С Людями Я Не Я Не Хочу Помо Помощь Да Потому Что Если Каждый Раз Помоги Мне Помоги Мне Я Никогда Не Будешь Говориться на этом Языке И Сейчас Говоришь На этом Языке Было Эффективно Тогда Потому Что Ты Был Терпеливым Ты Знал Что Вначале Будет Сложно Будет Сложно Общаться С людьми Понимать Людей Это Было Сложно Сейчас Сложно Сейчас Все Сложно Но Ты Меня Понимаешь Когда Я С тобой До России Ты Был В Многих Странах Ты Был Японии Ты Был В Европе Везде В Европе В Мексике Как Отличается Кроме Погоды Как Еще Отличается Россия От других Странах Не только От США Но От других Странах Что Делает Россия Уникальной Страной Есть Много Узбекистана Много Узбеков Много Азербайджан Азербайджанцев Все Люди Из Бывших Советских То Все Люди Из СНГ Страны Бывшего Советского Союза Там Было Много Ты Познакомился С кем Из Азербайджана У тебя Сейчас Друзья Нет Нет Друзья У тебя Нет друзей В России Только Родственники Да Один Раз Был Мужчина В Спортсале Каждый Раз Я Видел Его Каждый Раз Когда Ты Был В Спортсале Я Сказал Здравствуйте Нет Говорит Нет Скорее всего Ты знаешь У нас Американский Журналист Токер Кауссон Был в России Он показал Общественный Транспорт В России Как это было Гораздо лучше Чем в Америке Ты думаешь Что общественный Транспорт Лучше В Москве Нечем Да Потому Если В Лос-Анджелес Нет Есть Но Это Очень Очень Плохо Он показал Что Метро Красивый Чистый Это правда? Да Это правда Это Чистый И красивый В Москве И Санкт-Петербурге И очень Дип Очень Глубокое Очень Глубокое Как долго Ты ждал Чтобы спускаться Я не знаю Я не Ты не считал Вряд Просто Чтобы угадать Ты бы сказал Пять минут Пять минут Вау Ничего себе Что Тебе больше всего Не хватает Здесь в Америке Что ты скучаешь О России Что Что ты Что ты больше всего Скучаешь О России Углядная улица Мне нравится Я хочу Делал Сырники Несколько Позавчера Позавчера Ты готов Сырники Мне нужен Творог Творог Это Сказать Фармерс Чиз По-английски Смотри на телефон Фармерс Чиз Где? И Восемнадцать минут Спраут Спраут Вакинте О май гад Когда я была в Руси Два минут На универсал Было Очень Очень Лиско Ингредиенты Здесь Сложно найти Если ты Подготовить Чтобы приготовить Русское блюдо Русское блюдо Да Нет Если ты Подготовить Ужин О Мне нужно Это Окей Но Тридцать минут Тридцать минут Здесь В Америке Но там Хорошо Кулиат Универсал Быстро Да Здесь В Америке Если Хочешь Что-то Купить В магазине Быстро Ингредиенты Тебе Тебе Нужен Ингредиенты Для Еду Нужно Ехать На машине Десять минут Может быть Двенадцать минут И потом Парковать машину Купить Все И потом Ехать Назад Еще Двенадцать минут Он сказал Что Да В России Просто По лестнице Пускаешь И потом Три минуты Пешком И все Можно найти В этом Недалеко Близко Да В основном В общем Тебе понравилась Россия Ты Скоро Возвращаешься В Россию Спасибо За тебя Потому что Если ты Не говоришь Учить Русский Я Иногда Я был В Руси В России Я не Познакомился Познакомил Моя девушка Да Спасибо Язык Меняет Твою жизнь Он Не знал Русский Я потом Сказал ему Учи Русский Учи Русский Он сказал Зачем Потом Он начал Учить Русский Познакомился С своей Девушкой И потом Он был В России У него Много Опыта Сейчас Знает Третий Язык Благодаря Русскому Языку Благодаря Языкам Ты Познакомишься С людьми С людьми С новыми Культурами Это Очень Круто И Кстати Ребята У меня Новость Для вас Я тоже Поеду В Россию Этим Летом Мы с Братьями Мы поедем Мы с Моей Женой Он Семья Просто Моя Семья Мы Все Поедем В Россию Этим Летом Это Будет Очень Круто Я буду Снимать Видео Для вас Там В России Так что Огромное Спасибо Алекс Что Ты Пришел Снимал Видео Со мной Рассказал Все Увидимся Позже И Будем Снимать Видео Вместе В России Да Да До свидания До свидания